итак ну что друзья пойдемте я вам покажу квартиру в бот яме где я живу куда меня заселил агент и сейчас мы находимся на улице давайте даже немножко вот значит вот так здесь принципе мило красиво тут стройка правда но она уже заканчивается а вот я сюда пройти примерно 10 минут у дойти то там море в той стороне море 10 минут до моря пешком нормальном темпе вот кого-то жилище почему-то во всех подъездах дверь есть у нас нет ну ладно в общем агент всегда снимает квартиры либо на первом этаже ну это нулевой считается либо на первом то есть вот здесь либо на последнюю цена квартиры так значительно ниже чем если жить на других этажах вот такая логика в принципе сами понимаете если бы агент не искал более дешевых вариантов тогда мы бы с вами платили намного дороже и так вот такой вот заход вот это моя комната здесь я живу с парнем который уже здесь жил до меня все у нас на ключах каждая комната на ключах вот такая вот комната здесь вот живет этот парень который жил до меня в принципе здесь живу я по приезду мне дали получается одеяло просто подушку ну и все в принципе вот это как только я приехал сразу не все это дали вот у нас есть стол блин вот в корее реально когда вы приезжаете в корею на работу у вас мечта чтобы у вас была мебель а здесь в каждой квартире есть мебель потому что в корее просто знаете заходите пустая комната и лежат два матраса вот примерно такие условия в корее здесь намного все по цивили но сами понимаете да квартира на 2000 см от схожи но еще плюс в израиле всегда есть кондиционеры в каждой квартире есть кондиционеры они все работают причем они все заряжены с фреоном и можно выставлять любую температуру все работают все отлично единственное что у нас 22 стоит потому что мы ставим на всю ночь всю ночь он работает поддерживать температуру 22 градуса вот вот эта комната тоже закрывается здесь кстати живут люди которых я привез в израиль агентства тоже заселил вот тут у нас получается ванная комната там ванна стиральная машинка сушильная машинка принадлежности в ванна конечно небольшая но какая есть так сказать у нас есть два холодильника получается здесь мой холодильник ну смысле я им пользуюсь и пара которая она приехала от меня вот такие полочки а вот холодильник это получается парень который со мной живет и соседняя пара которая тоже уже тут была до моего приезда это их водильник вот такой просторный просторные два холодильника вот у нас еще есть духовая печь она рабочая не постоянно пользуются я не пользуюсь потому что я не умею ничего делать в ней микроволновка все рабочие все отлично тут также есть даже в нашем холле кстати у нас есть холл вот это надо кстати выбросить будет у нас есть в общем холл и тут тоже кондиционер работает в каждой квартире в израиле есть вот такое пространство где можно просто собраться посидеть всем и в общем то действительно везде есть такие пространства то есть не такого что кухня знаете как в ссср просто маленькая кухонка там здесь квадратных метров и все вот у нас есть вот такое пространство где можно посидеть я здесь иногда работаю потому что сосед приходит поздно ночью и вернее сосед 3 ложится рано ночью а я иногда до ночи сижу что там эти вот есть кухонные принадлежности которые необходимы для готовки и вот такая у нас плита везде разные плиты есть крутые плиты знаете прям реально электрические такие у нас вот такая и я больше в целом сказал что те условия которые мне предоставил агент это не самые лакшери условия я видел квартиры моих подписчиков которые намного круче выглядели чем то где я даже живу представляете себе сейчас я постараюсь найти эти отзывы от подписчиков где они показывают свои условия где они живут и с чего я вообще офигел но тут конечно еще вариация идет в каком городе они находятся я близь к морю а возможно они живут в городе где нет моря но зато есть крутые квартиры то есть вариации квартир расположение разная я почему здесь остаюсь потому что тут люди хорошие живут мы все убираем и так далее тут все чистенько никто не бьет не курит в общем коллектив вообще суперский здесь живет люди максимально адекватные это при всем при том что здесь семейная пара из украины семейная пара из россии один парень из беларуси и я вместе с ним живу вот такой вот у нас континент ой ну короче вот такой вот у нас сбор сборная солянка и все дружно живут никто ничего никому претензий не предъявляет ни за что израиль это вообще такая страна где здесь все украинцы русские живут в мире и согласие я вообще вот сколько я уже здесь живу не видел ни разу чтобы были какие-то притеснения кого-то израиль красавчики в этом плане они они еще свои политика не поддерживают никакую сторон они не за россии не против россии не за украину не против то есть здесь все как-то в нейтралитете типа приехал на работу когда устраиваюсь все работодатели говорят нам плевать на ваши взаимоотношения здесь вы условно говоря граждане израиля поэтому оставайтесь людьми и не надо никакие конфликта 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 конфронтации залетать вот это все что я вам хотел показать про мою квартиру сейчас покажу вам отзывы с квартир других людей кого мы также отправляем в израиль вот мы и прибыли в пункт назначения здесь довольно все чисто аккуратно благодаря рекомендациям андрея мы попали сюда в этом в это вообще такое знаете благоприятное место скажем израиль здесь очень круто разная разная национальности люди вообще обширный район мы все в целом спасибо команде андрея не в то же время в шоке восторге все чисто так а это вот дом куда меня заселили здесь кухня кухня здесь пару комнат это наша комната вот в принципе все условия хорошие туалет все что надо ванна это внутренний дворик внутренний дворик стулья столики там в общем это такая большая вилла ее арендуют и на ней живут несколько людей вот район район называется пятах тиква пятах тиква это пригород тель-авива но в принципе не так далеко то есть на автобус туда автобусной остановки примерно 5 минут пешком оттуда автобус едет прямой на пляж на центр города то есть чтобы добраться до пляжа там 15-20 минут на автобусе нужно вот и на работу всегда забирают то есть приезжает машина и забирают сразу отвозят на работу то есть не надо париться там с автобусами еще с чем-то подвозка прямо от дома до работы кондиционер окно сразу лёха ты куда душевая 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 акции к наводка зверя только парни 1 туалеты Два туалета, душ и стиралка Спартанская, пацанская А теперь мы перемещаемся к морю Идти до него 10 минут от моего дома Это набережная Бат-Яма Можно сказать округа Тель-Авива Одного из самых дорогих городов в мире Если по этой набережной идти минут 40 То вы окажетесь в Тель-Авиве Я был в восторге, когда узнал, что не нужно ехать на Бали, чтобы сёрфить В Израиле все занимаются сёрфингом А почему сюда не возят группы, как на Бали, вы спросите Всё просто, можно не пройти границу Но сам сёрфинг прекрасный Тут мне кажется, в летний сезон люди каждый день проводят время Я бы тоже поучился сёрфингу Но почему-то здесь это не так развито И я даже не нашёл домиков на пляже В которых можно напрокат взять доску А покупать слишком накладно Она стоит, как велосипед скоростной А посмотрите только, какие здесь закаты Люди также приходят сюда, чтобы полюбоваться ими Может, мы тоже полюбуемся с вами? Но, кстати, не все любуются закатами, сидя возле моря Узнаёте наших ребят русских, которые сидят, значит Распивают напитки Ну, это Батьям немножко отдаёт России Потому что здесь практически Я не знаю, на какой-то первый взгляд Как будто половина Батьяма русскоговорящих Помимо пляжа, моря и заката Можно сходить в кальяну И если вы из Белоруссии, Украины или России Привыкли, что кальяны натыканы на каждом шагу То хочу вас расстроить В странах Европы, Азии Да, по-моему, во всём мире кальяны либо запрещены Либо как в Египте или в Турции Это невозможно курить В Израиле, к счастью, есть русские кальяны Где можно посидеть Цена кальяна 1800 рублей Ну, а если же вы едете на заработки И 100% у вас так же, как и у меня Чего-то не хватает в этой жизни Мне вы забили и всё-таки в странах постсоветских живём Поэтому я зарплату трачу, чтобы порадовать себя И купил себе духи, о которых мечтал уже давно Это Том Форд Или, например, наушники Apple новые Потому что старые я потерял Кстати, я сегодня приобрёл телефон Во-первых, был у меня телефон Приобрёл себе наушники И взял, ещё купил своей жене А что за наушники, Пётр? AirPod Наушники И просто-напросто И себе взял, и жене своей И хочу своей жене отдать их Как это романтично, Пётр Как это... Спасибо, дорогой Замечательно Да и в целом В Израиле есть все бренды Поэтому стоит поехать на заработки Чтобы пополнить свой гардероб даже Ну, а на сегодня это всё Если вам понравилось это видео Ставьте лайки Пишите комментарии И увидимся в следующем ролике Субтитры сделал DimaTorzok